Прокурор Алматинской области обвиняет лесников в браконьерстве. Люди, призванные охранять природу, организовывают охоту для высокопоставленных чиновников и порой сами убивают редких зверей. Что стало причиной масштабной проверки, выясняли наши корреспонденты. На этих кадрах видно, как стражи порядка задерживают егеря охотничьего хозяйства с незарегистрированным ружьем. Он сопровождал высокопоставленного гостя из МВД на незаконную охоту. В машине у лесников из Ямбекши Казахского района были обнаружены туши краснокнижных джейранов. При задержании охотники оказали сопротивление и даже стреляли в прокуроров. А потом попытались скрыться, но лесников-браконьеров все же задержали. И таких фактов у контролеров за последнее время десятки. Сотрудники природно-охранных организаций, которые должны были защищать нашу природу, наоборот, зачастую являлись сами нарушителями природы. То есть оказывали содействие браконьерам. Иногда даже сами охотились на запрещенные виды животных. В Управлении природных ресурсов Алма-Атинской области говорят, что им пришлось провести серьезную чистку в рядах лесников. Требования при приеме на работу после этих случаев ужесточились. Особенное внимание теперь уделяется морально-нравственным качествам. Правда, определять их приходится лишь с помощью интуиции. В Управлении нет средств на покупку детектора лжи. Впрочем, здесь уверены, что лучше всего на моральные качества их работников повлияет повышение заработной платы. Надо сказать, что самая низкооплачиваемая работа – это в лесной охране, вообще в лесном фонде, в народном хозяйстве республики. По этому поводу мы обращались и в комитет, и в министерство, и к депутатам. Депутаты с депутатским запросом обращались к премьер-министру, но пока вопрос не решается. В Алматинской области под охраной государства находится 4 миллиона гектаров земли. За этими территориями присматривают порядка 600 лесников и егерей. Мусас Адвокасов уже 5 лет работает лесником. На зарплату в 30 тысяч тенге мужчина должен прокормить троих несовершеннолетних детей и жену. У семьи собственное небольшое хозяйство, этим и живут. Семи утра начинаю обход, проверяю, все ли в порядке. Мой участок находится вблизи города, и на выходные сюда приезжает много туристов. У нас нет ни выходных, ни праздников. Мы постоянно днем и ночью на ногах. Следим, чтобы не жгли костры, чтобы не бросали окурки, не вредили природе. Мусас Адвокасов своих коллег, совершивших правонарушения, не оправдывает, но, как и все, мечтает о повышении заработной платы. Он говорит, только достойный заработок привлечет, на эту работу преданных своему делу людей. Ирина Евгеньева, Айдар Хаджимуратов, Информбюро, Алматинская область.